Жительница Черногорска терроризирует соседей, поселив в своей квартире целую стаю собак. Сколько точно животных в обычной двушке, люди сказать и не могут. Пенсионерка их не выгуливает. Но судя по едкому запаху и постоянному громкому лаю, не меньше десятка голов. Хозяйка шумной компании категорически не идет на контакт с окружающими. Константин Кравцов продолжит. О жизни собачьей жильцы дома по улице Чапаева, 73, знают из личного горького опыта. Причина – беспокойные соседи, точнее целая свора питомцев, которая живет в этой двухкомнатной квартире. Это ваши соседи, откройте дверь. Двери откройте, пожалуйста, это ваши соседи. Они в очередной раз пытаются достучаться и поговорить, зачем хозяйка квартиры завела целую свору собак. В очередной раз лишь лай и вой. Пенсионерка все равно, что в добровольном заточении. Массовая металлическая дверь защищает от внешнего мира. Так же приходит и слесарь, так же и участковый приходит. Все одно и то же. Это не вызывает. Ну кто-то есть там? Ну хозяйка. Что творится внутри, можно лишь гадать. Но покой жителей многоэтажки нарушает не только постоянный шум. Запах в округе буквально сводит с ума. Люди, пересчитав собачьи многоголосья, уверены. Женщина содержит в маленькой двушке не меньше десяти животных. При этом никогда их не выгуливает. Прям запах очень неприятный. В моменте даже детей страшно. Они тоже говорят пахту. То есть она не выгуливает? Вообще ничего. А эта дверь вот так вот, даже в сорокоградусный мороз открыта. Потому что проходишь мимо запах. Но как загавкают они, то простите, господи, вот на таком расстоянии уже человека не услышишь. Если они все загавкают. Там, ой, не знаю, там такая свора ужас. Бывает такое, но редко, но бывает, гавкают все. В какой-то момент в окне из глубины собачьей квартиры показалась та самая. Пенсионерка Вера Якасова все претензии окружающих, мягко говоря, не принимает. Скорее, в каждом из соседей видит потенциального врага. Но что за придирки? Ведь любить велено братьев меньших. Вроде как и вывезти есть возможность. Но откровенно, неоднозначные убеждения не позволяют даже выйти за порог. Мы можем собак вывезти и в деревню. Есть такая возможность. Вот мы хотели летом вывезти, но тут что-то больное весело, началось. Квартиру не оставь. Непонятно, что будет с квартирой. Вот уже. Вот он. Добьют окна, добьют двери, залезут и будут они тут сидеть. На антисанитарные условия и резкий запах люди неоднократно жаловались в местную администрацию. Но результат нулевой. И в этот раз от городских чиновников комментариев нет. В отношении уникальной соседки есть даже решение суда еще от 2015 года о ликвидации приюта. Но и здесь никакого исполнения. Отчаянные жители вновь решили обратиться к Хемиде. Нужно участкового приглашать и так далее. Чтобы он хотя бы даже отписался для меня. Я намерена на нее в суд попробовать еще раз подать. Что скажет суд. Потому что уже прошло больше семи лет, я понимаю, что вы раз. И если все последствия такого соседства, как говорится, налицо, то в каких условиях содержатся животные, никто не знает. Выдержит ли собачье сердце в нехорошей квартире снова неспокойно. Смотри, собачья! Сорок лет дом стоит. Она сорок лет как заселилась с собаками, так и живет с собаками. Константин Кравцов, Антон Новожилов. Вести. Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok